Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, седьмое зачало, глава вторая, стихи с двенадцатого по двадцать второй. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, Иисус пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали валов овец и голубей, и сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда и дома отца моего, не делайте домом торговли». При всем ученики его вспомнили, что написана «ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали, «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм си, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Сей храм строился сорок шесть лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Мы помним эти события в начале служения Господа и накануне Его крестных страстей. Христос выходит из себя и вразумляет торговцев храма с помощью бича. Он хочет, чтобы мы научились относиться с таким же глубоким благоговением к нашим каменным церквам, как и к церкви, составляемой из камней живых, которые есть таинственное тело Христова. Никогда возмущение Господа не проявлялось с такой силой. Есть среди нас проповедники любви, в кавычках, которые говорят, что никакой гнев не допустим в церкви, и они даже соблазняются действиями Господа. Но Христос, мы видим, опрокидывает столы, рассыпает монеты и выметает торговцев из храма вместе с их скотом, как нечистоту. Где вы находитесь, меркантильные души? Здесь ни рынок, ни дом торговли. Почему Господь являет такую ревность о храме? Неужели ради того, чтобы защитить его красоту? Этот храм, только что перестроенный Иродом, был огромен и великолепен. Шестьсот священников и триста левитов участвовали в богослужениях во время великих праздников. В центре площади, среди многочисленных дворов, один из которых был доступен для язычников, располагалось самое святилище. Оно состояло из двух помещений. Святое, куда могли входить только священники, и где был жертвенник Фимиама, золотой подсвечник с семью ответвлениями, стол для хлебов предложения, и далее, отделенное двойной завесой, было святое святых. В первом храме, построенном Соломоном, здесь находились ковчег завета и скрижали законно, врученные Богом Моисею. С разрушением храма в 587 году до Рождества Христова ковчег исчез, но святое святых осталось священным местом присутствия Божьей. Только первосвященник имел право войти туда раз в году, в праздник, пророчествующий об искуплении. Вот почему гневается Господь. Этот звон монет в храме рядом со святое святых был оскорблением величия Божьей. И Христос говорит нам, чтобы мы не страшились отстаивать право защищать святыни церкви. Здесь вы должны уподобляться мне, как бы обращается он к нам. Храм — дом отца моего, и я не позволю никому превращать его в вертеп разбойников. Сколько ударов бича Господня! Полагалось бы для всех тех, кто разорял и осквернял наши храмы, превращал их в клубы, кафе и овощехранилища, в общественные туалеты, в дома их торговли. Воистину, полной мерой они получили эти удары от Господа. Как полной мерой получат их и те, кто сегодня публично глумится над нашими святынями. Господь напоминает, как опасно всякое неблагоговение. Из него постепенно создается атмосфера нечестия, так что, согласно Писанию, человек беззакония сможет сесть в храме, выдавая себя за Бога. Господь попустил быть очистительной бурей 1917 года, разрушающей наши храмы, чтобы дать нам время на покаяние. Но как мало мы вразумились! О, если бы каждый из нас мог сказать вслед за Господом, «Ревность о доме Твоем снедает меня!» Где нет благоговения к храму, там не может быть истинного отношения к Церкви Божией. Но храм, которым иудеи так гордились, только каменный храм, построенный к тому же язычникам, желавшим польстить этому надменному народу. «Разрушьте его!» — говорит Господь. И это произойдет при императоре Тите в 70-м году. «Значение его относительно, ибо подлинный храм — тот, который я восставлю в третий день». Даже ученики не поняли тогда слов Христа, потому что Он говорил о Своем теле, которое должно было воскреснуть в третий день. Господь говорит, что истинный храм, достойный бесконечного почитания, человечества Христа, которое стало ковчегом Его божества. «Слово стало плотью, и Его тело подлинное святое святых храма, ибо в нем обитает полнота божества телесно. Тело Христово, которое мы принимаем за Евхаристией, и которое присутствует в дарохранительницах на престолах наших храмов, должно исполнять нас страхом Божиим и бесконечным благоговением. И наоборот, всякое неблагоговение или просто безразличие перед этой великой тайной должно вызывать в сердце христианина святой гнев, несравненно более праведный, чем по отношению к нечестию в Иерусалимском храме. Новый храм, достойный почитания, не только человеческая природа Христа, но весь народ Божий, привитый к Нему и питаемый божественной жизнью, исходящий от Него на всех членах Его мистического тела. Вся церковь тела Христова — этот новый храм, каменный храм, у которого только бледный образ. Она составлена из всех крещенных людей, ищущих жизни по воле Божией. Несмотря на несовершенство, грехи и немощи своих чад, церковь — пребывание Бога среди людей, знамение присутствия Его в мире, она не создана святыми людьми, она создана, чтобы делать людей святыми, потому что Создатель ее Бог, который становится одним из нас через Пречистую Деву. В праздник Пасхи Господней, радуясь тому чудесному, что совершает Церковь в мире, позаботимся о нашем внутреннем очищении, чтобы быть на самом деле чадами ее. В течение всей светлой седмицы мы слышим, «Елеца во Христа крестистесе во Христа облекостесе». Каждый христианин — храм Божий, тело каждого крещенного ребенка — вместилище присутствия Христова. В каждом новокрещенном младенце рождается Христос. С каким благоговением должны бы наши дети, и мы вместе с ними совершать восхождение к Богу, неся в своем теле живое присутствие воскресшего Христа, принятое в крещение. Придет день, когда наши тела, эти храмы Духа Святого, возвратятся в землю. Наступит время, когда земная Церковь с ее священством и таинствами перестанет существовать, исполнив свое предназначение. Не будет больше божественной Евхаристии. Наш мир разрушится, и все самые великолепные храмы превратятся в ничто. В Новограде небесном и вечном останется один только храм, который есть сам Бог. Мы будем введены в него, как чадо Божие, и наша жизнь будет бесконечным приобщением радости воскресения Христова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова